Приветствую всех искренне любящих Господа Иисуса Христа. Хочу сегодня с вами поделиться одним словом из Писания. Это тот момент, когда волхвы вошли в Иерусалим. Они увидели звезду Господа нашего Иисуса Христа и приехали с Востока, чтобы поклониться Ему. Что-то привлекло этих мудрецов, чтобы они, проходя такой дальний путь, войти в Иерусалим и искать Его. И когда они нашли младенца, написано, что они принесли ему дары. Золото, Ладань и Смирну. Многократно, многократно об этом говорится. Очень много разговоров, очень много толков, очень много иллюстраций вокруг этих слов, очень много предчисказаний вокруг этих слов. Но в моей душе есть слово насчет этого, и я хочу с вами делиться. Теория – это одна сторона жизни. Она очень важна. Что такое без теории жизнь? Никто из нас не может своему сыну или своей дочери передать хоть какое-то слово, слово мудрости или слово знания, передать, передать своим родным все, что Бог дает и тебя. Ты не можешь это передать без теории. Не можешь. Но, однако, теория, она несовершенна без практики. Слово, которое говорит Господь, это слово всегда должно практиковаться в нашей жизни. И вот любой пример, который относится к Господу Иисусу Христу, вот этот пример относится к каждому искренному христианину, который есть последователь Сына Божия Иисуса Христа, Господа и Творца Воплошенного. Итак, если принесли золото, ладань и смирну, давайте будем как бы истолковывать, что это из себя представляет. мы читаем в первой Коринфянам написано так, апостол Павел говорит, что я как мудрый домостроитель положил основание и никто другого основания положить не может, потому что это основание есть Иисус Христос. А другой строит на этом основании. если кто построит из сена, солома, из дерева, из драгоценных камней, из серебра, из золота, то день будет открываться в огне и будет испытуемо его дело. Я хочу говорить, что именно золото это самое высшее положение духовной жизни строения духовного. Я хочу сразу показать то, что когда каждый из нас хочет выяснить, какое строение он строит, всегда человеку хочется, чтобы у него строение было из чистого золота. Потому что мы замечаем, что даже улицы небесного Иерусалима из чистого золота сделаны. Золото настолько чистое, что прозрачно как стекло. Насколько я прозрачен как стекло, насколько ты прозрачен как стекло, насколько наша жизнь прозрачна перед Богом. Насколько мы понимаем, что если мы именно это золото принимаем из рук Господа, что предлагает нам Господь? А что предлагал Господь Иисусу Христу? Я понимаю, что золото – это знак царства, это царственное величие, но с другой стороны имеет свою психологию вот это явление. Если Библия, конкретно Евангелие, утверждает, что небесное в Иерусалиме из чистого золота и все, что там находится, это золото, очищенное Господом. И как написано в третьей главе книги Откровения, «Советую тебя купить у меня золото огнем очищенное». Значит, вот золото, которое Бог предлагал Иисусу Христу, должно было проходиться через огонь. Да? Я не говорю, что это золото, которое они привезли, было нечистое. Нет, не об этом идет речь. Мы знаем, что в Старом Завете то, что люди брали во время боя, во время сражения, после, когда они побеждали, они брали всякие там, значит, железные или медные, или золотые, или серебряные там, что-то, изделия, они должны были это прохватить через огонь, чтобы это было чисто перед Богом. Так Бог говорил. Люди это не понимали. А в Новом Завете мы начинаем осознать то, что Бог говорит, если твое золото не будет проходить через огонь, тем более многократно, то это не будет чистым. Значит, когда Бог Иисуса Христа предложил вот это золото, Он просто ему дал понять, что это золото, Он и есть Сам. Это Его жизнь. Это Его призвание. Он пришел как Мессия, Он и есть Мессия. И Он должен был проходить этот огонь, чтобы очищаться. Мы помним Его слово. Это молитва первосвященника, 17 глава книги Иоанна. «Отец, и мир тебя не познал, но я познал тебя». 25 стих. Именно мы замечаем, что естественным образом Бог делал в его жизни. Евреям в пятой главе написано так. «Хотя Он и Сын, хотя Он и Сын, однако страданием и навык послушанию». Это прекрасно. Значит, Христос должен был проходить вот этот путь очищения. Как? Как очищение приходит в наши жизни? И как это происходит? Чтобы нам понять, как Бог очищает нас, как золото, которое было предлагаемое Иисусу Христу, от чего Он не отказался, слава Господу Христу за это, мы должны понять и взырать на второе положение вещей – золото, ладань и смирно. Мы замечаем, что смирно – это нечто прекрасное, но что из себя это представляет? Горькое что-то. Это очень горькая вещь. И Бог этим давал понимать Иисусу Христу, что Он должен видеть горечь. Он должен проходить горьким путем, как пророк, проходить горьким путем. А ты не пророк. Ведь в книге Откровения, 19 главе, 10 стихе написано, что «Ибо свидетельство Иисусова есть дух пророческий». Значит, если ты имеешь свидетельство Иисуса Христа, ты уже имеешь дух пророческий. Моисей не зря говорил, что, о, если бы все среди Израиля были пророками, о, если бы все пророчествовали. Не просто так апостол Павел говорит в 1 Коринфянам 14 главе, что стремитесь иметь дары Божии, тем более, чтобы пророчествовать. Это очень важно. И вот Иисусу Христа Бог предложил вот это пророческое служение. Пророк Божий, мощный, через которого открывается небо. Но как? Горечь. Горечь. Неотъемлемая часть служения пророка. Горечь. Трудности. Гонение. Уничижение. Вот что хотел Бог показать Иисусу Христу. То есть вот это золото, которое было предлагаемо Иисусу Христу, это золото должно было очищаться через горечь. Это своего рода огонь. Это своего рода пламя. Да, пророк Исаия в 43 главе говорит, что огонь не опалит тебя, пламя не будет обжигать тебя. Да, да, ты пройдешь через этот огонь. Но когда Исаия говорит, что ты пройдешь через огонь, это обозначает, что этот огонь все равно придет до тебя. И ты вынужден пройти через этот огонь. И чтобы ты не боялся, написано, что они не будут вредить тебя. Что же они будут делать? Я помню, как-то наш драгоценный Небесный Отец дал мне такое слово. Ты боишься меня, как огня поедающего? Я сказал, да, Господи, я боюсь тебя, как огня поедающего. Он сказал, не бойся от меня, как от огня поедающего. Я для тебя любящий Отец, а поедающий огонь я только для твоих грехов. Для меня это было величайшее откровение. Я понял, что Господь именно через огонь как бы уничтожает мои грехи. Вот эти горечи, вот это состояние, вот что-то, если допускается рукою нашего Отца, это для моего собственного очищения, чтобы я стал золотом. Чтобы вот то строение, которое я строю на этом камне, камень, который есть Христос, вот если я строю из сена, ну, конечно, если огонь подойдет, поживет же сразу, уничтожится все это. Солома, то же самое. Дерево, ну, немножко устоит, но все равно огонь поживет все это. И только драгоценные камни, и только серебро, и только тем более золото. Но так как Бог предложил Иисусу Христа, как иметь вот это золото, и как должно очищаться это золото, чтобы быть прозрачным, как небесное золото, то есть быть человеком света. Ничего тайного от Бога не иметь. А мы можем от Бога что-то тайное иметь? Нет, не можем. Но цель врага душ человеческих, чтобы человек хотел что-то тайное в душе своей иметь от Бога. А когда мы становимся прозрачным, как небесное золото, прозрачным, мы уже от Бога ничего тайного не собираемся иметь. И не можем иметь, потому что для нас это одно только счастье – делиться с Богом, делиться с Ним, иметь контакт с Ним, для Него действовать. Третье положение мы замечаем, что это ладань. И, конечно, ладань – это один из атрибутов священнического служения. Священник должен был иметь ладань, чтобы вот эту ладань положить перед Господом как благовоние. Благовоние. Но давайте обратимся на это благовоние, которое Бог дает. Всякое жертвоприношение, которое человек делает перед Богом, делал в Старом Завете. И когда после потопа мой вышел из ковчега по повелению Божию, и написано, что он построил жертвенник и принес всесожжение на этом жертвеннике, и написано, что Господь почувствовал в нюзрах своих вот этот запах, вот этот аромат. И ему было хорошо, потому что от праведного ноя поднималась вот этот аромат к Богу. Что это такое? Неужели Бог хотел каких-то определенных жертв, чтобы человек это делал? Вот. Псалмопевец в 39-м псалме 7-8-9 говорит «Жертвы и приношения ты не восхотел». Ну тогда почему же такие требования, если не восхотел? Что это такое? Оказывается, Бог открывал уши своего сына, как написано в послании евреям, именно через этот псалом Бог открывает уши. Так же Бог и хочет, чтобы это было в нашей жизни. Как священник мы перед Богом имеем определенные функции, и когда это делаем, мы начинаем как бы вот эту ладань, ложись перед Господом, и как бы вот это благовоние поднимается к Господу. Как это случается? Как это случается? Написано в 5-й главе книги евреям, что «Хотя Он и Сын, однако, страданиями навык послушанию». 9-й стих говорит так. «И усовершившись, сделался посредником для вечного спасения для всех послушных Ему». Значит, мы замечаем, что Иисус усовершился, Он дошел. Это что? Он не был совершен? Нет. Все, что с Ним случалось, это был примером для меня и для тебя. Это только пример. Он проходил этот естественный путь, этот естественный отбор. Он проходил ради только того, чтобы мне и тебе было понятно, что Он эти шаги делал ради меня и ради тебя, ради тебя и ради меня. Чтобы нам было ясно, что мы проходим этот путь и должны пройти этот путь. Итак, благовоние. Давайте еще раз вспомним Марию Магдалину. Принесла она свой сосуд с алабастровым маслом. Это было очень драгоценно. Она открыла, разбила, разбила этот сосуд. Или она не просто это открыла, она разбила этот сосуд ради Иисуса Христа, для Иисуса Христа. У нее была определенная цель – помазать Иисуса Христа всем, что она пожертвовала в жизни, собрала. И на голову Иисуса Христа, на ноги его, на него все это. И написано, что дом наполнился благовонием. Мы должны четко понимать, это было благовоние не вот этого масла, нардового масла, но это было благовоние Марии, которая так любила Иисуса Христа, Господа нашего. Иисус отреагировал на это так. Он сказал, говорю вам, что на всяком месте, где будет провозглашено это Евангелие, ради нее, ради ее памяти, и вот это действие тоже будет говориться в этом Евангелии. И до сих пор, уже две тысячи лет, люди говорят об этом, рассказывают о благовонии души и действия Марии Магдалине. Благослови Господь. Итак, золото – это величие действия, это царственное положение, которое должно очешаться. И вот это очешается через вот ту горечь смирностского положения, вот, который Бог дал Иисусу Христу, давая разуметь, что Он должен пройти этот путь. И Бог этим «Меня и тебя» говорит. Он нам тоже предлагает это золото. Вот книга Откровения, как уже сказали, «Если мы соглашаемся с Господом, и мы даем наше согласие, и идем покупать у Господа золото огнем очищенное, это обозначает, это купли-продажа происходит так. Бог дает нам возможность огня, а мы проходим через этот огонь. Бог дает положение такое, где мы должны искушаться, а мы проходим это искушение». Давид на это реагировал так. Давид говорит, «Если я пройду и долиною смертной тени не убоюсь зла, ибо ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Именно вот это успокоение, именно вот этот мир, именно вот это доверие, именно вот эта вера и есть вот то благовоние, которое Господь принимает от нас, как от священников, понятие ладани. Итак, вот эта ладань начинает уже давать от себя вот это благовоние перед Богом. Это обозначает наше послушание, это обозначает наше согласие, это обозначает то, что мы верим, доверим Господу. Вот это и есть наша ладань. Вот это ладань, который поднимается к Господу. И мы начинаем смиряться перед Богом, мы начинаем быть похожи на Христа, как Он говорит, «И учитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». Мы это смирение принимаем от Господа. Книга Второзакония, восьмая глава, гласит, «Господь Бог твой смирил тебя, томил тебя голодом и накормил манною». Чтобы... То есть у Бога была определенная цель. А до того, как тебя смирять, Бог не может никоим образом тебя томить с голодом, потому что, если человек не голодный, если человек сытый, он никогда не может ценить тот продукт, который Господь приготовил для того человека. А этот продукт, это была небесная манна, написано, которого не знали ни ты, ни отцы твои, чтобы ты знал, что не одним хлебом живет человек, но человек живет всяким словом, исходящим из уст Божих. Вот какой продукт. Вот какая пища. Вот к чему Господь вел. Значит, вот это искушение, вот это испытание, вот это смирение, которое Бог давал в книге Второзакония в восьмой главе, было целью для того, чтобы человек мог познать, понять Господа, чтобы не отступать от Него. Итак, золото, ладан и смирна. Золото очищается через вот эту смирну, и через это человек, когда принимает смирение Господа, то, что он предлагает, это и есть благоухание перед Господом. Да поможет нам Господь быть таким. Да поможет нам Господь не отступать от Него и принимать из руки Его именно то, что Он приготовит для нас. Чтобы мы, как золото, не боялись войти в огонь. Чтобы мы, как золото, не боялись войти в огонь испытания, искушения, не боялись, потому что Он не только это позволяет, но и с нами вместе заходит тот же самый огонь, в ту же самую тесную ситуацию, везде Он никогда не оставляет нас. Иисус обещал нам «И сей я с вами каждый день». Он не сказал через день, Он не сказал каждую неделю, Он сказал «сей я с вами каждый день» до скончания века, до скончания мира, то есть до конца времен. Иисус с нами. Иисус с нами. Благослови, Господь, каждого из нас, чтобы мы все это понимали и перед Богом смиренно принимали то, что Он приготовил для нас. Слава Господу за Его золото, за Его ладань и за Его смирну через Христа Иисуса. Аминь. Мир домо.